Без выходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю, товарищи радиослушатели. Минское городское управление МЧС на связи. В эфире Минск чрезвычайный, в студии Андрей Макаров, и мы начинаем. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на пожары ИЧС спасатели совершили более 2000 выездов. На пожарах погибли 15 человек, в том числе один ребенок. 30 жителей столицы, из которых двое детей, пострадали. Более 1800 человек были эвакуированы и спасены из опасных зон силами МЧС. Далее о происшествиях ушедшей недели подробнее. Минск чрезвычайный. С понедельника по четверг в Минске серьезных пожаров и чрезвычайных ситуаций не произошло. А вот пятница для спасателей выдалась непростой. Около 6 утра на 101 от прохожего поступило сообщение о загорании мини-кафе «Про кофе», расположенном рядом с крытым мобильным сезонным катком на Немиге. По оперативному прибытию пожарных спасателей по внешним признакам наблюдалось горение имущества внутри кафе. Площадь пожара – 6 квадратных метров. Возгорание незамедлительно было ликвидировано. Основная версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электроборудования или даже поджог. А пока Минчанам и гостям столицы придется поискать другое место для кофепаузы. А уже в полдень на последнем этаже в высотке на Богдановиче горела квартира. Еще на подъезде к 16-этажному дому спасатели увидели, как из окна квартиры вырывались языки пламени и шел дым сильной концентрацией. Подъехать вплотную к дому серьезно мешали припаркованные автомобили. Часть из них стояла по правилам, а часть нет. Однако через образовавшиеся узкие проезды техника протискивалась с трудом, а длиннобазные автомобили с лестницами невозможно было установить. Спасателям приходилось ломать малые архитектурные формы и проезжать там. Квартира все это время горела. Благо в подъезде сработала система противодымной защиты, что оставило пути эвакуации свободными от дыма. В это же время основные силы спасателей были брошены на проведение разведки внутри подъезда. На горящем этаже было сильное задымление и температура. К счастью, спасать и эвакуировать никого не потребовалось. Спустя несколько минут пожар был ликвидирован. Когда дым полностью рассеялся, стало понятно, что произошло загорание имущества в жилой комнате и коридоре трехкомнатной квартиры. А вот ремонт хозяевам придется сделать капитальный. Из-за высокой температуры по всей квартире осыпались декоративные элементы потолка. Причина пожара устанавливается. Хотя наверняка все началось с короткого замыкания электропроводки. Минск чрезвычайный. В понедельник пожарным спасателям поступил вызов из-за смоловки. Из исторического микрорайона Минска, построенного еще в первые послевоенные годы. Пожилой мужчина сообщал о серьезном пожаре в квартире дома по улице Коммунистической. Когда к месту прибыли спасатели, из окна на втором этаже уже вовсю валил дым. Горела двухкомнатная квартира двухэтажного жилого дома. Со слов хозяев, они увидели, как из телевизора в комнате пошел дым, покинули помещение и вызвали МЧС. Хозяин квартиры 35-го года рождения был госпитализирован бригадой скорой помощи с отравлением продуктами горения. Его 51-летняя дочь не пострадала. После осмотра места происшествия выяснилось, что виновником ЧП стал телевизор «Филипс» 95-го года выпуска. Следует отметить, что у любого электроприбора с заводом-изготовителем устанавливается не только гарантийный срок, но и срок эксплуатации. Для большинства бытовых приборов он составляет 5-7 лет. Детально следует смотреть в инструкции каждому конкретному изделию. Эксплуатация электроприбора после указанного производителем срока небезопасна. Даже если прибор еще рабочий, в любой момент может произойти поломка, которая приведет к пожару. Следует напомнить, что ни в коем случае не следует оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. Если загорание все же произошло, необходимо обесточить электроприбор и только после приступить к его тушению, так как в обратном случае будет продолжаться тепловое воздействие тока и прибор будет гореть дальше. Если же вы не уверены в своих силах и безопасности при тушении, незамедлительно покиньте помещение и вызовите спасателей по телефону 101 или 112. Ну вот и все о происшествиях на сегодня. Берегите себя и своих близких. А я с вами прощаюсь до следующего вторника. Пока! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.